Привет, друзья! Ряд видеть вас у себя на канале YouCanAll. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня, друзья, предлагаю поговорить о креатине моногидрате. Такая тема, о котором уже многие говорили, да? Но поговорим о контексте облысения, потому что подобного видео я нигде не видел и не слышал ничего подобного, то, что расскажу вам в этом видео. В очень коротком и полезном познавательном видео. Итак, друзья, совершенно случайно слушаю я подкаст Эндрю Хюбермана. Это американский нейробиолог. На английском языке я часто слушаю подкасты. И я услышал такую фразу от него, что креатин повышает дегидротестостерон. Что были проведены исследования в 2008 году, которые показали, что дегидротестостерон возрастает чуть ли не на 56%. Точнее, я расскажу дальше в цифрах, насколько именно может повыситься. Что это означает? Это означает, что косвенно может повлиять на облысение. И люди, у которых есть проблемы с ДГТ, они знают, что это такое и как оно связано. Буквально в двух словах я расскажу, как это работает в этом видео. Креатин может вызывать облысение, друзья. Друзья, давайте вспомним, что такое креатин. Мы сейчас говорим про креатин моногидрат. Это очень изученная добавка. Наверное, сотни статей в мире существуют на тему креатина. И все они показывают, что креатин очень безопасен. Что может применяться даже с детьми, подростками, девушками. Кстати, особенно хорошо он работает на девушках, на женщинах. И очень полезен. Но что же такое креатин? Креатин может эндогенно вырабатываться в организме. Эндогенно это когда внутри. То есть организм сам способен его вырабатывать, если вы об этом не знали. Это происходит в результате реакции с различными аминокислотами. Это аргианин, метионин, глицин. И может вырабатываться экзогенно. То есть с помощью продуктов, которые мы потребляем с пищей. Допустим, когда вы потребляете мясо. Эндогенно креатин вырабатывается в почках и в печени. В результате реакции этих аминокислот. Но также, как я сказал, мы можем получать его снаружи. В виде мяса или пищевых добавок. И очень популярна именно последняя. Прием в виде пищевых добавок. Итак, место действия этого эксперимента. Это институт регби в Южной Африке. На студентах, на молодых студентах провели эксперимент. И давали им довольно повышенные дозы креатина. Ну, которые используются, в принципе, при загрузке. То есть 21 грамм в течение 7 дней давали им креатиномоногидраты. И получили очень интересные результаты. Через 7 дней у них повысился дегидротесостерон на 56%. Друзья, это огромное повышение. То есть, есть различные механизмы, которые приводили к тому, что повышался уровень дегидротесостерона. Что даже через 7 дней, когда уже начали уменьшать дозы, то через 14 дней после завершения эксперимента все равно был повышенный дегидротесостерон на целых 40%. Даже после того, как уже уменьшили поддерживающую дозу, то есть свели там в минимум креатин, и даже выдержали паузу после вообще, после вот этой дозы уменьшенной, подождали еще какое-то время и замерили снова уровень ДГТ, так и дальше будем называть дегидротесостерон. Дегидротесостерон, то уровень все равно его оставался на 22% выше от исходного. И это было двойное плацебо слепого исследования, когда давали другой группе плацебо, да, и проверяли уровни в группе, которые не давали креатина, которые давали. То есть исследование, в принципе, довольно хорошее, довольно хорошего качества. И вот эти исследования почему-то не продолжились дальше. Когда такое происходит, это всегда очень интересно, потому что никто не особо не начал больше этим заниматься дальше, не изучать этот вопрос. И как-то так это исследование затерялось, и поэтому, наверное, об этом так мало информации. Но вы должны знать об этом исследовании. И давайте я расскажу дальше еще про интересные особенности. Так, скорее всего, просто увеличилась скорость превращения тестостерона, дегидротесостерон. Некоторые исследования даже показали, что в принципе креатин способен даже повышать немножко уровень свободного тестостерона. Но другие исследования показали, что это очень незначительное повышение, но вот именно ДГТ повышается заметно. Что такое вообще ДГТ? Как он работает? Для чего он нужен? ДГТ нужен в основном для подросткового, допустим, периода. И особенно важен, когда еще плод в утробе матери находится, чтобы происходило правильное становление половых признаков. То есть, если, не дай бог, не хватает этого уровня в крови у мальчиков, когда ему нужно становиться мужчиной, когда определяется его пол, это может быть довольно печальное последствие. Физиологически может выглядеть, конечно, очень плохо. То есть, это недоразвитые половые органы, или мальчика половые органы напоминающие женские органы. То есть, природа на самом деле очень сложна, и это, кстати, всегда нужно помнить. И разные бывают нарушения, они могут быть связаны просто с уровнем, допустим, ДГТ в утробе матери, да, в крови у ребенка. Когда именно происходит мускулинизация, когда именно становление пола, и его вдруг не хватает. Итак, в организме ДГТ также влияет на, если, допустим, мы говорим про мальчиков, то это распределение волос по телу, в принципе, волосатость, да, это связано именно внешние, так скажем, мужские проявления, да, которые ярко бросаются в глаза и отличают мужчину от женщины, в основном связано как раз на ДГТ. И вот эта волосатость, огрубление от голоса, то есть, это очень сильно, половое созревание, все очень завязано на этом уровне. Как большой уровень, так и низкий уровень могут приводить к проблемам. Из-за большого уровня ДГТ может быть, например, там риски рака простаты, риски ишемической болезни сердца. Пониженный уровень также может приводить к проблемам, особенно, как я уже сказал, в половом, когда половое созревание происходит. То есть, это очень может быть очень, очень заметные проблемы и устранять их, конечно, будет сложно. Так, ну как же это связано с облысением? Андрогенное облысение – это у мужчин очень часто распространенное явление, когда из-за повышенного уровня андрогенов ДГТ в крови, да, идет сужение луковицы, и из-за этого она отмирает. То есть, человек буквально лысеет, и волосы перестают расти. Особенно, конечно, это на голове происходит. И, ну, иногда, кстати, это завязано вообще по всему телу, но на голове это, конечно, проявляется больше всего. И когда начинает лысеть мужчина, обычно по определенному, по определенному генетическому, да, типу. То есть, если у вас, допустим, у родителей, там, у отца было облысение, да, если оно было связано именно с повышенным уровнем ДГТ, оно может быть связано не с этим, так как причина облысения может множество быть. Не обязательно только ДГТ. Так вот, именно уровень ДГТ вызывает, да, облысение только из-за этого андрогена. И существуют всякие способы, как с этим бороться, там, всевозможные блокаторы ДГТ. И они действительно довольно успешно помогают бороться с этим. То есть, мир довольно хорошо изучил эту проблему, и, в принципе, если у вас друг это есть, то это, в принципе, решаемые вопросы. Но придется принимать препараты. Препараты нужно будет подбирать правильно, потому что они тоже имеют определенные побочки. Вот, но тема сейчас не будет особенно об этом глубоко, потому что видео получится длинным, и видео не про ДГТ, да, а все-таки про креатин и ДГТ. Поэтому уровень ДГТ вызывает андрогенное облысение у мужчин. Смотрите, конечно, такая хорошая добавка, как креатин, моногидрат. Я принимаю ее уже очень давно, и иногда принимаю по полгода без перерыва. Иногда делаю там недельку перерыва. То есть, я принимаю и повышенные дозы спокойно, и очень давно. И, хочу сказать, безопасная добавка. Я уже много раз сдавал анализы всевозможные. Проверял сердце. То есть, не вызывает рост сердца, например, да. Влияет только на скелетные мышцы. Об этом у меня есть отдельное видео на канале, как работает креатин, да. Что в основных вещах, хочу быстро рассказать, да, что не вызывает повышение, увеличение размеров сердца. Что нужно понимать, да. Креатин очень полезная добавка и помогает добиваться результата в различных видах спорта. Поэтому не очень хотелось бы, чтобы она вызывала облысение. Смотрите, вы должны понимать, что, возможно, может быть повышение ДГТ. Но, если у вас есть такая проблема, вам нужно самим это все проверить. Я сейчас дал вам информацию, да, которую в интернете я не встречал просто нигде. Вы можете сделать следующим образом поступить, чтобы не отказываться от креатина. А, например, поговорить со своим врачом на эту тему. Сдайте анализ на ДГТ. Попробуйте после креатина сдать, проверить уровень ДГТ. То есть, делайте свои собственные исследования на своем организме. Потому что есть и другие мнения, которые согласны, в принципе, с тем, что может повышаться ДГТ. И что может как-то влиять косвенно на облысение. Но, смотрите, друзья, здесь довольно сложная мысль. Возможно, будет сейчас, да. Но, если у вас уже и так организм реагирует слишком, да, вот сильно на ДГТ. И вызывает облысение, у вас происходит облысение. То, скорее всего, от креатина, вот это еще большее повышение уровня ДГТ. То есть, скорее всего, оно на вас уже сильно не отразится в плане повышения какой-то скорости облысения. То есть, если вы уже лысеете, вы все равно будете лысеять. Поэтому, если креатин повышает этот уровень, то на вас это, в принципе, и не сильно сказывается. Но бывают разные сложные ситуации. Я не какой-то ученый сотрудник, да, я айтишник. Пытаюсь разобраться своим умом, да. Потому что это недоступная информация, которую легко можно где-то услышать, узнать, да. То есть, приходится разбираться самому. Поэтому, какой вывод можно сделать? Не нужно отказываться от этой добавки. Просто вы должны знать о том, что я рассказал. Если есть какая-то личная у вас проблема с облысением, вы должны понимать, что как-то может на это влиять и креатин. Постарайтесь взять на контроль это. Поговорите со своим личным врачом. И, скорее всего, оно у вас никак не скажется на вас. А может быть, и есть какие-то особенные состояния, которые стоит учитывать именно вам. Итак, друзья, это, в принципе, все, что я хотел вам сказать в этом видео. И я хочу сейчас постараться делать на канале видео максимально короткими и меньше давать какой-то сложной информации, да, какой-то такой научной. Но в видео всегда есть информационные сноски, которые для тех, кто хочет знать больше, да. Какой-то химический состав, допустим, узнавать. Какие-то такие информационные сложные ссылки будут вставлены просто в видео. Таким образом, видео будет еще короче. И будет только самая суть передана вам. Я, когда готовлюсь к видео, я очень много материала изучаю. И, конечно, я могу рассказывать долго. Но нужно рассказать коротко, чтобы вам было понятно. Надеюсь, видео было полезно. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Если нужно, поделитесь с кем-то из своих дружбанов, которые страдают такой проблемой, о которых, например, вы видите, что у них облысение начинается. И вы знаете, что он принимает креатин. Ну, пришлите ему это видео. Пусть он хотя бы подумает, что такое возможно от креатина. Потому что всего лишь одно исследование было в 2008 году, которое это показало. И особо больше не было информации. Но и тем не менее, ученый мир об этом знает. Потому что просто так не забываются никакие исследования. Если уже это было проведено, значит, было показано. Почему не начали дальше изучать этот вопрос? Можно долго рассуждать. Вы понимаете, что это огромные продажи креатина, добавки этой. И она эффективна, она хорошая, она работающая. Сам лично я принимаю. И, в принципе, и вам тоже рекомендую. Причем независимо от пола. Потому что повышение уровня ДГТ, оно может быть для вас и не сказываться никаким образом. Поэтому спасибо, что посмотрели. Надеюсь вас увидеть в новом видео. Спасибо, что остаетесь на канале. Все, ребята, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok